МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем о приговоре Ильдару Кадырову. Кадыров убегает периодически, производил выстрел в сторону, чтобы напугаться от полиции. Скрываясь и отстреливаясь от полиции, захватил пенсионеров и совершил ряд краж. И чем обернулось нападение на полицейских и попытка завладеть пистолетом в Сабинском районе? Это и не только. Прямо сейчас. Один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии, двое других получили различные травмы. Таковы последствия страшной аварии, произошедшей этой ночью в Зеленодольском районе. Трагедия произошла возле села Рэмплер. Там столкнулись Лада 9-й модели и КАМАЗ Дорожные службы. По предварительной версии, легковушка на большой скорости вылетела на встречную полосу и буквально залетела под многотонную машину. Все подробности у Альбины Минебаевой. Удар был такой силы, что от отечественного автомобиля осталось лишь груда бесформенного и искореженного металла. В момент ДТП в салоне легковушки находились 4 человека. Все молодые парни. Один из пассажиров, самый старший 19-летний молодой человек, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Двое других, включая водителя, также получили различные травмы. Их увезли в карете скорой помощи. Он клею, клею в этот попал. Клею попал, его развернуло и под машину. По предварительной версии, лада девятой модели двигалась в сторону Осиново, откуда ехала снегоуборочная машина. В какой-то момент водитель легковушки потерял управление и вылетел на встречную полосу. Утет в столкновение шофер КамАЗа уже никак не смог. Видно, обучено, зацепили, занесло и полетели на меня. Прямо под вас там уже сделать ничего невозможно? Нет, я на тормоз нажал, и все, больше ничего. А какая скорость была у вас и у них? У меня 40 было, я у них не знаю, какая. Ну, сильно шли они. К слову, водительский стаж у молодого человека, сидевшего за рулем лады, было всего полгода, и он уже трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь выяснением всех обстоятельств этой аварии займутся следователи степень вины участников. Определиться лишь после проведения экспертизы. Альбина Винебавара, Анастасипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 37-летнего жителя Казани задержали полицейские по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования. Как следует из материалов уголовного дела, с ноября 2015 года подозреваемый исценировал дорожно-транспортные происшествия с участием дорогих иномарок. Затем обращался к страховщикам для получения выплат. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. По данному факту следственной части следственного управления МВД России по городу Казань возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. Полицейские устанавливают другие дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Сегодня в Верховном суде Татарстана вынесли приговор Ильдару Кадырову. Обвинение предъявили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Началась история в мае этого года. Тогда полицейские приехали к мужчине на дачу. Его подозревали в поджоге автомобиля. Этот визит закончился цепочкой преступлений, в которой смешались перестрелка, ранения, попытка сбежать от полицейских и переодевание в женскую одежду. Какой приговор вынесут, знает Аллы Рыкова. Подозревался в поджоге автомобиля, отстреливался от полицейских, захватил заложников, угнал машину и украл велосипед. В целой серии тяжких преступлений подозревают Ильдара Кадырова. Мужчине 59 лет. Предыдущее судебное заседание было принесено в связи с его плохим самочувствием. Сегодня он чувствовал себя хорошо. В последнем слове попросил суд быть снисходительным, ведь, как он выразился, никого не убивал и ни в чем не виноват. Остаток жизни хочет провести с семьей. В своих показаниях мужчина утверждал, в неожиданно нагрянувших гостях сотрудников полиции не признал. Испугался, стал стрелять в воздух из газовых пистолетов. Побежал, но был ранен в обе ноги. По пути встретил пенсионеров, попросил их подвезти до города. Но что-то пошло не так. Мужчина покинул автомобиль и украл велосипед, чтобы на него опираться. В женскую одежду переоделся, чтобы не узнали. Только вот суд в такую версию событий не поверил. Сотрудники полиции утверждали, что стрелял Кадыров на поражение из двух пистолетов Макарова. Пенсионеры, которые якобы любезно согласились подвезти, что сделали это из страха за свою жизнь. На место происшествия прибыли сотрудники МВД Татарстана, управления МВД России по городу Казань и отдела МВД России по Высокогорскому району. Весь периметр садового общества был оцеплен. В результате оперативно-розыскных мероприятий в 4 часа утра 8 мая разыскиваемый был задержан и обезрежен. При задержании противники изъяли у него два пистолета Макарова. Ранее гособвинение попросило суд назначить наказание в виде 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей и последующим ограничением свободы сроком на один год. Сегодня суд приговорил Ильдара Кадырова к 13 годам лишения свободы колонии строгого режима. На обжалование вердикта у мужчины есть 10 дней. Аллы Рыкова, Азат Самигулин, вызов 112. Суд вынес приговор двум жителям села Шамардан Сабинского района за нападение на полицейских. Все произошло 24 июля этого года, тогда в результате внезапно возникшей потасовки при попытке одного из нетрезвых нападавших заладеть табельным оружием был открыт огонь на поражение. Мужчина был ранен в ногу и задержан. Лина Зинатулина обо всем подробнее. Они хотели проверить водителя Лады Калины, показавшегося им подозрительным, но проезд патрульному автомобилю преградили трое нетрезвых мужчин. Их попросили отойти, и на этом инцидент был бы исчерпан, если бы во время проверки они не подошли к полицейским с требованием вообще покинуть село Шамардан. К слову, тогда к водителю Калины никаких вопросов у автоинспекторов не возникло. Один из них оттолкнул инспектор ДПС в сторону, повредив форменное обмундирование, а затем набросился на него. Двое других мужчин стали наносить удары руками второму инспектору ДПС. Предупредительный выстрел нападавших не остановил. Наоборот, один из них попытался завладеть табельным оружием стража порядка, в результате чего и был ранен в ногу. Мужчина был доставлен в Сабинское ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь. Также были задержаны двое других мужчин 1970 и 1983 годов рождения, нигде не работающие, один из которых 7 раз судим за кражи и грабежи. Уголовное дело было возбуждено по статье применения насилия в отношении представителя власти. Перед судом предстали двое нападавших. Своё вино они полностью признали. Суд приговорил одного из них к штрафу в размере 30 тысяч рублей, второго подсудимого к одному году 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Лина Зинатульна, Алла Рыкова, Вызов 112. В Ахитовский суд Казани вынес приговор Ратмиру Загитову, предпринимателю, который по убеждению следователей незаконно обогатился на 100 миллионов рублей за счёт обманутых им людей. Жертв выбирал среди своих знакомых и друзей. Ему доверяли настолько, что отдавали деньги миллионами. Рамиль Шайдулин выник в преступную схему и узнал, какое наказание обвиняемому избрал суд. Мы слепо доверяли ему. Я, в частности, знаю его с самого детства. Слепое доверие обернулось для жертв деятельности Ратмира Загитова весьма ощутимыми денежными потерями. Он обращался к своим старым друзьям и знакомым, обещая золотые горы. Предлагал вложиться в его так называемое дело под баснословные проценты от 7 до 8 ежемесячно. По факту уверенность следователей, это была обыкновенная финансовая пирамида. Первую сумму, которую я вложил, я её взял в банке, я её за 10 месяцев окупил. Соответственно, как бы появилась уверенность, и я пошёл, взял ещё и вложил ещё, потом ещё, ещё. В итоге заложил родительский дом, и через три дня мне сказали, что всё. Как гласит уголовное дело, чтобы не вызывать подозрений, обвиняемый создавал видимость успешного бизнеса. Арендовал офис в центре Казани, ездил на дорогих иномарках. Все деньги вкладчиков тратил исключительно на себя и свою семью. Он максимально своим видом пытался показать, что у него всё хорошо, чтобы люди ему доверяли, чтобы люди понимали, что в денежном плане у него всё прекрасно. Даже буквально за несколько месяцев до того, как у него вся эта пирамида рухнула, он устроил очень шикарный день рождения для своей жены с приглашением звёзд. То есть там Наталья у нас спела. Но жизнь на широкую ногу пришлось прекратить, когда вкладчики стали требовать обещанные. Следователи установили, что тогда мужчина сбежал в Москву с другим паспортом, устроился на работу в автосалон, но и там не бросил преступную деятельность. Вскоре его задержали и привезли в Казань. Я уже начал возвращаться в процессе следствия. В данный момент я возвращаю. И я бы возвращал, возвращал до того момента, когда меня не продлили, и я наказался в СИЗО-2. Это оттуда возвращать нереально. Изначально по уголовному делу потерпевшим были признаны 32 человека, каждый из которых выложил от 700 тысяч до 40 миллионов рублей. Однако в ходе следствия обвиняемый стал частично возмещать причинённый ущерб. В результате чего в окончательной редакции ему было предъявлено обвинение в совершении 7 эпизодов по части 3 и 16 эпизодов по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, Бахитовский суд Казани признал мужчину виновным в совершении преступлений и приговорил его к лишению свободы на 4 года и 3 месяца колонии общего режима. Рамиль Шайберин, Алла Рыкова, Вызов 112. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин